Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Санкции не страшны. Встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «Кубани» состоялась в Анапе. Молодые профессионалы. В чемпионате мирового уровня примут участие анапские студенты. Чем заняться на каникулах, школьников ждет насыщенная культурная жизнь. На территории Краснодарского края проходит всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Он продлится до конца апреля. Подробнее на аппаратном совещании в администрации рассказала заместитель главы города Анжелика Базунова. Всем управления, всем муниципальным учреждениям необходимо создать, организовать участие сотрудников своих публированных подразделений, участие в субботу. А управлению ЖКХ необходимо определить территории, не только те, которые закреплены за нашими управлениями по постановлению. А у нас на территории муниципального образования очень много территорий, которые захламлены, даже где есть какие-то собственники. Мы должны выйти на эти территории, поля в районе высокого берега, на территории сельских кругов найти все эти несанкционированные свалки. И за этот период мы должны все это дело убрать. К участию в субботниках, которые будут проходить в Анапе в ближайшее время, привлекаются и трудовые коллективы, предприятия и организации, и население. Ведь забота о красивом облике нашего курорта – дело не только коммунальных служб, но и каждого жителя города. Глава Анапы встретился с представителями общественных организаций и активистами города-курорта. Очередное заседание консультативного совета прошло плодотворно. Участники обменялись мнениями по актуальным темам, а мэр Анапы призвал общественников стать помощниками власти в решении злободневных проблем. Экология, незаконное строительство, несанкционированная торговля, доступность городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья – вот темы, которые волнуют анапчан. По каждому проблемному вопросу есть четкая позиция администрации, такая же, как у людей – противостоять незаконному и сохранять то, чем богат курорт. Только действовать нужно вместе, единым кулаком ударить по всему, что мешает нашему городу. Городские власти открыты, подчеркнул глава Анапы. В подтверждение своих слов он предложил активистам обращаться к нему напрямую. Я хочу попросить вас об активизации работы. Никто не возбраняет задавать вопросы напрямую. А я сегодня вам дам номер телефона, который постоянно со мной. Я думаю, что злоупотреблять вы этим не будете, но в случае возникновения того или иного вопроса, пожалуйста, я готов вас выслушать. И то, что касается жизни нашего города, его безопасности, в первую очередь, можете обращаться в режиме круглосуточного. В мэрии считают, что должен действовать принцип неотвратимости наказания и рассчитывают на поддержку общественников. В преддверии курортного сезона все острее проблемы незаконной торговли алкоголем, в том числе суррогатами. Если мы в зимний период и то можем констатировать, что у нас на территории работают объекты, которые не имеют специального разрешения. Когда у нас нет наплыва туристов, мы обращаемся в соответствующие органы, которые обязаны это делать. И мне заместитель докладывает. Сергей Павлович, мы написали о 29 точках, 11 из них добросовестно продолжают работу. В плане подготовки к курортному сезону и процессе его проведения, мы надеемся на совместные действия по пресечению нарушений природоохранного законодательства на наших пляжах, по мониторингу ситуации в реманах и выявлении так называемых ательеров, сливающих туда нечистоты. Нам понадобится помощь общественности и в пресечении законного джиппинга, прокаты квадроциклов и гидроциклов. При этом Валерий Королёв процитировал главу Кубани, который считает, что общественники должны быть навигатором для власти, а не детонатором для общества. В свою очередь, Сергей Сергеев дал указание подчиненным активнее привлекать общественников к решению значимых для будущего Анапы вопросов, к экспертизе архитектурных и строительных проектов, участию в публичных слушаниях и конкурсных процедурах. Сегодня в Анапе действует порядка 240 общественных организаций, в том числе политических, национальных, религиозных. За год до появления консультационного совета при главе в городе прошло три десятка различных публичных мероприятий. В прошедшем году – восемь. Причем большая часть из них – официальные торжества и крестные ходы. В мэрии считают, что статистика – верный признак того, что большинство вопросов решаются в рабочем порядке. Пора весенних каникул для анапских школьников может пройти интересно и с пользой. 24 марта стартует неделя «Культура детям». Какие мероприятия для ребят пройдут на курорте, нашему телеканалу рассказала начальник управления культуры Марина Мельникова. Живем в удивительном городе, детском курорте. Поэтому всегда нашими учреждениями культуры уделяется особое внимание организации именно отдыха детей в период, в том числе и каникул. Летних, зимних, осенних, весенних. В этом году с 24 марта по 1 апреля у нас предусмотрена также ежегодная неделя «Культура детям». Мероприятия, насыщенные в рамках этой недели. Мы предусмотрели различные формы организации этих мероприятий. Это библиотечные мероприятия. Все анапские библиотеки будут работать для детей и готовить индивидуальные, интересные, очень познавательные мероприятия, посвященные в том числе году российского кино, году Греции в России и России в Греции. Развлекательные, познавательные, тематические. Наших детей ждут встречи с писателями, поэтами, кинопоказы. Очень увлекательные, интересные мероприятия. Стараемся максимально охватить различные возрастные категории детей и увлечь их разными по формам мероприятий. Подробную программу мероприятий вы можете найти на нашем сайте. Сегодня в Анапе, в Центре культуры Родина, в рамках инфотуров 2016 года состоялась первая в крае деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Главная цель выставки «Кубанский инфотур» – укрепление сотрудничества краевых товаропроизводителей с предприятиями санаторно-курортного комплекса, торговлей и общественного питания. 65 участников. Расширяется география и ассортимент представленной продукции. Для руководителей предприятий – деловая программа. Как считают организаторы, инфотур помогает участникам поближе познакомиться и определить потенциальных партнеров. Ярмарку сельхозпродукции посетили представители администрации Краснодарского края, руководитель департамента потребительской сферы Юрий Поляков, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности, департамента сельского хозяйства Сергей Михайлов и заместитель руководителя департамента потребительской сферы Эдуард Балмышев. На сегодняшний день поставлена задача решать вопросы улучшения обеспечения жителей и гостей Кубани продукции кубанских производителей. Сегодня на данной выставке предприятия переработки представили порядка 1800 номерований продукции. Практически от 10 грамм до крупной площади. В околке присутствует здесь продукция широкого спектра. Предприятия заинтересованы в заключении долгосрочных договоров. На прилавках и витринах рыбная, колбасная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, вино. Все это изобилие можно было попробовать, чтобы оценить качество и достоинство продуктов. Потребитель будет знать и видеть своих производителей, именно российских производителей, о качестве продукта, о том, что это действительно натуральное. Пожалуйста, пробуйте, все это покажем, все расскажем. Поэтому это очень важно, чтобы наш потребитель видел и чувствовал, что мы, как кубанский производитель, можем из всех ситуаций выйти и вырастить, и произвести. Глава Анапы отметил, что инфотур играет большую роль в продвижении кубанской продукции на местном рынке в условиях импортозамещения. Наша задача – состыковать производителя и потребителя. Чем больше будет у нас география поставки к нам продуктов, тем, соответственно, они будут дешевле, и, соответственно, у потребителя будет право выбора качества. Вот вы сами видели, все это натуральное, и то, что говорили, вот, раз мы импортное не будем. Я знаю, что один из представленных вот здесь мясокомбинатов, он на 90% еще два года назад работал на импортном сырье. Меня сегодня удивило, что у него 400 наименований, а спрашиваю, где сырье. Все наше – Воронеж, Белгород, все получается. Также глава курорта подчеркнул, что и число участников, и представленный ассортимент товаров в очередной раз подтвердили. К Краснодарскому краю не страшны никакие западные санкции. Интерес к инфотуру действительно растет. Предприятия со всего края, 11 предприятий – это наши местные сельхозтоваропроизводители. А целевая аудитория, для которой привозят эту продукцию, это уже непосредственно предприятия санаторно-курортного комплекса, и предприятия торговли и бюджетной сферы – это школы, детские сады нашего муниципального образования, а также соседи – это Темирюцкий район, Славинский, Крымский, Абинский районы также присутствуют сегодня на этом мероприятии. Наш город представили такие крупные организации, как Анапский хлебокомбинат, агрофирма «СП Россия», рыбный цех «Юровский», большое количество садоводов и фермеров. В рамках инфотура состоялся круглый стол, где говорили о новых возможностях кубанских товаропроизводителей. Анапский сельскохозяйственный техникум активно готовится к предстоящему чемпионату «Молодые профессионалы». Это соревнование проводится по мировым стандартам движения WorldSkills, к которым Россия присоединилась два года назад. В чемпионате такого уровня анапские студенты принимают участие впервые. Александр Марковский, мастер производственного обучения анапского сельхозтехникума, уже полгода готовит своих подопечных по новым стандартам. Они должны продемонстрировать выдержку, выдержку таким стрессовым ситуациям, когда в короткое время дается задание очень объемное, и его необходимо выполнить правильно, не отвлекаясь на все факторы. Во всем мире более 60 лет WorldSkills уже развитое движение, но Россия вступила сравнительно недавно, но я думаю, что с нашим рвением мы будем там на достойности так себя показывать, и мастеров готовить по этим компетенциям, которые смогут составить здоровую конференцию. Краснодарский край проведет свой первый чемпионат в таком формате. Анапа представит пять специальностей – ландшафтный дизайн, кирпичная кладка, флористика, сухое строительство, малярные и декоративные работы. По словам директора техникума Ивана Чернышева, по всем этим направлениям у наших ребят есть шансы на победу. Для наших студентов и для поступающих это пропаганда и развитие именно рабочих профессий, которые там очень необходимы, тем более для курортного города, ландшафтный дизайн и строительные отделочные работы, в которых мы участвуем как команда, оно, конечно, очень нам пригодится. Соревновательный дух, он поднимает у детей желание показать себя с лучшей стороны, плюс приезжают другие с других регионов, можно у них чем-то поучиться. Это мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля в Краснодаре, где позднее состоится и чемпионат Южного федерального округа. И если эти соревнования для анапских мастеров пройдут успешно, то в дальнейшем они уже выступят на национальном первенстве в Москве. Ежегодно сотрудники заповедника Утрич проводят акцию «Мы за зеленую планету» с юными помощниками высаживают деревья в детских садах и школах. Сегодня клены, можжевельники, акации, сирени и другие растения украсили территорию детского сада номер 12. Идея этой акции не только посадить и вырастить многолетнее дерево, но это, во-первых, привлечь интерес детей к живой природе, потому что зачастую, особенно если ребенок живет в городе, он не имеет опыта знакомства с живой природой. Во-вторых, это умение наблюдать, анализировать, сопоставлять, делать выводы какие-то, когда дерево растет живое. И это, естественно, уникальный опыт. Научившись, сам ребенок потом захочет поэкспериментировать и уже может самостоятельно высадить семена, желуди, допустим, в горшок, и у них тоже получено настоящее растение. Ну и, в-третьих же, конечно, это забота и уход за живым растением позволяет воспитывать детях бережные отношения вообще ко всему живому. Ну и, естественно, по большому счету, чувство ответственности за наш общий дом, нашу планету Земля. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...